Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Сегодня мы начинаем новую телерадиопередачу под названием «Закон и право». Целью данной телепередачи является оказание юридической помощи населению нашей республики в целях реализации федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Программа «Закон и право» создана при активном участии судьи Конституционного суда Республики Саха-Якутия Винокурова Егора Михайловича. Ведущими этой программы сегодня являются Надежда Неустроева и я, Юрий Сергеев, режиссеры Юрий Чекуров и Мария Новгородова. Тема сегодняшней программы – работа органов прокуратуры Республики Саха-Якутия. В данной телепередаче примут участие сотрудники прокуратуры Республики Саха-Якутия Рожжина Марьяна Владимировна, старший советник юстиции, старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями. Никифоров Вячеслав Николаевич, советник юстиции, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере. И Каминская Юлия Николаевна, старший советник юстиции, начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Ну и сейчас, уважаемые телезрители и радиослушатели, наша тема – о функциях и задачах органов прокуратуры, о порядке и миросмотрении обращений граждан. И вот нам расскажет сегодня Рожина Марьяна Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна Владимировна. Расскажите нам, пожалуйста, каким законом регулируется деятельность органов прокуратуры, какие прокуратуры выполняют задачи и функции, основные и приоритетные направления деятельности прокуроров? Марьяна Владимировна, я перебью. Уважаемые телезрители и радиослушатели, у вас есть какие-то вопросы к Марьяне Владимировне, можете задавать их в прямом эфире по телефону 32 00 66 и 32 11 66. И по WhatsApp номеру, если можете, пожалуйста, запомните, 8 984 114 56 26. Ну, а мы в конце нашей сегодняшней телерадиопрограммы ответим на все ваши вопросы. Итак, пожалуйста, вам слово. Да, прокуратура Российской Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями федерального закона о прокуратуре Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Целью деятельности органов прокуратуры является обеспечение верховенства закона, защита прав, свобод и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. Задача прокуратуры заключается в своевременном выявлении нарушений закона, их пресечении, недопустимости их совершения, восстановлении причин совершения данных нарушений, привлечения виновных лиц к установленным законам ответственности. Ну и, конечно, главная задача прокуроров – Это реальное восстановление нарушенных прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. Функции прокуратуры условно можно поделить на надзорные и иные. К первому относится надзор за соблюдением законов федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, органами управления и их должностными лицами. Надзор за соблюдением указанными субъектами прав человека и гражданина, а также надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Ко вторым относится уголовное преследование в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, возбуждение административных производств в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в рассмотрении уголовных и гражданских дел судами, участие в арбитражном суде, правотворческая деятельность, ну а также ведение государственного и ведомственного статистического учета. Возвращаясь к вашему вопросу об основных приоритетных направлениях, наверное, необходимо сказать, что они формируются с учетом состояния законности на поднадзорной территории. Но в целом, если говорить о работе органов прокуратуры Республики Сахая-Якутия, необходимо отметить, что прокуратура Республики Сахая-Якутия состоит из 35 прокуратур городов и районов, двух специализированных прокуратур по надзору за соблюдением природоохранного законодательства, по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях аппарата прокуратуры Республики, где в целом работает 295 оперативных сотрудников прокуроров, а также около 80 федеральных государственных гражданских служащих. Ну и с учетом установленных приоритетов активно проводится прокурорами работа по защите прав человека и гражданина. Так, по итогам 2019 года прокурорами в данном направлении выявлено свыше 63 тысяч нарушений закона. Первостепенное значение уделяется вопросам защиты социальных прав граждан, в том числе трудовых, где прокурорами ежегодно выявляются многочисленные нарушения закона, принимаются меры прокурорского реагирования в целях защиты прав граждан на оплату труда, ежегодно восстанавливаются права тысячи работников. Также, благодаря вмешательству прокуроров, проводится работа по восстановлению жилищных прав граждан, в том числе социально уязвимой категории населения, на получение жилья. Проводится работа по защите прав участников долевого строительства, обеспечивается законность при приселении граждан из аварийного жилья. Также важное значение уделяется вопросам защиты прав граждан на охрану здоровья, где прокурорами в 2019 году выявлено свыше 1400 нарушений закона, защищены права граждан на обеспечение доступности и качество медицинской помощи, лекарственное обеспечение. Всегда приоритетно также уделяется внимание защите прав прокурорами хозяйствующих субъектов. Также в 2019 году после вмешательства прокуроров перед ними погашена задолженность по исполненным государственным муниципальным контрактам на сумму около 200 миллионов рублей. Проводится активно проверки в сфере противодействия коррупции. По результатам антикоррупционных проверок в 2019 году порядка 500 лиц привлечены к установленной законам ответственности административной и дисциплинарной. 26 лиц уволены со службы в связи с утратой доверия. Более 300 коррупционерных факторов исключено из нормативных правовых актов во взаимодействии с правоохранительными органами МВД, ФСБ, Следственным комитетом. Возбуждено около 150 дел уголовной коррупционной направленности. Ну и, конечно, приоритет у нас вопрос рассмотрения обращений граждан. В 2019 году к нам поступило более 23 тысяч обращений. Ну такой тоже вопрос, да, Марьяна Владимировна. А вот каким образом прокуратура добивается устранения, да, вот этих выделенных нарушений? Какие, условно говоря, рычаги ею применяются? Пожалуйста. Акты прокурорского реагирования, меры прокурорского реагирования, реагирования, они урегулированы также федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Так, на незаконный правовой акт прокурорам приносится протест. В целях устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также привлечения виновных лиц к установленной законной ответственности вносится прокурорам представление. Решается при наличии основания вопрос о возбуждении административных дел по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Ну и, конечно, одной из самых эффективных мер прокурора в защиту интересов граждан является обращение прокурора в суд. Так, в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор имеет право обратиться в суд в общей юрисдикции в интересах защиты прав и свободы граждан, неопределённого круга лиц, интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления. При этом заявление прокурора в защиту прав граждан предъявляется прокурором в суд в случае, если гражданин самостоятельно по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд. Данное ограничение необходимо отметить не касается тех случаев, когда гражданин обращается к прокурору с обращением о защите своих трудовых прав, о защите прав семьи, материнства, отцовства и детства, о защите прав на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на социальное обеспечение и образование. Скажите, пожалуйста, ещё. Одним из основных направлений деятельности является, как Вы отметили, рассмотрение обращений граждан. Сколько поступает в органы прокуратуры обращений? Есть ли статистика удовлетворяемости? Можете ли привести примеры? Да, конечно. Как я уже отметила, рассмотрение обращений граждан и их приём является для нас одним из важнейших направлений. В 2019 году поступило более 23 тысяч обращений в органы прокуратуры Республики Сахая-Кутия. В основном граждане жаловались на нарушение их жилищных и трудовых прав по вопросам ЖКХ, охраны окружающей среды. При этом из числа разрешённых каждое четвёртое обращение получило своё удовлетворение. По результатам проведённых проверок по обращениям граждан выявлено свыше 8 тысяч нарушений закона. В целях их устранения принято около 7 тысяч актов прокурорского реагирования. Ну и, конечно, с учётом озвученных цифр, примеров восстановления прав граждан много. Так, к примеру, в прокуратуру района одного из районов обратился тяжело больной гражданин, который не был обеспечен лекарственным препаратом. Прокуратура района о боевых интересах направила представление, обратилась заявлением в суд. По результатам их рассмотрения, учреждением здравоохранения были заключены государственные контракты на приобретение для него дорогостоящих лекарственных препаратов на общую сумму свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей. В другом случае, по результатам рассмотрения обращения работника одной из организаций, прокуратура выявила, что предприятие имеет задолженность по оплате труда перед более чем 100 работниками на сумму свыше 7 миллионов рублей. И тоже после вмешательства прокуратуры, после принятия мер прокурорского реагирования, таких как представление, возбуждение административных производств по статье 5.27, направление заявления в суд, задолженность по оплате труда была полностью погашена, права граждан восстановлены. Также можно привести пример, когда путем судебной защиты прав лица с ограниченными возможностями здоровья, который в течение длительного периода времени проживал в ненадлежащем жилом помещении, он также являлся малоимущим, долго состоял на учете в улучшении жилищных условий, ему было предоставлено жилое помещение, которое отвечало всем установленным требованиям. Также есть случаи, когда прокурор защитил права несовершеннолетнего ребенка, который страдал тяжелым хроническим заболеванием и вместе с матерью проживал в однокомнатной квартире, где вместе с ними проживало еще 7 человек. И после вмешательства прокуратуры данному ребенку, его матери, была предоставлена трехкомнатная благоустроенная квартира. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы уходим сейчас на рекламную паузу, и потом вновь вернемся в нашу студию. Это телерадиопередача «Закон и право». Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире телерадиопрограмма «Закон и право». Ну, наши телефоны прямой эфиры, еще раз напомню, задавайте свои вопросы. 32 00 66 32 11 66 и номер ватсапа 8 984 114 56 26. Звоните, задавайте вопросы. Далее в нашей программе. О состоянии, законности и результатах прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда расскажет Никифоров Вячеслав Николаевич, советник юстиции, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вот какая ситуация складывается в сфере оплаты труда в нашей республике, пожалуйста. Ну, ситуация по выплате заработной платы жителям республики Саха-Якутия остается вынужден признать нестабильной. На начало 2019 года по данным органа статистики, а также сведений по латентным, так называемым, работодателям, которые не представляют сведения в орган статистики, у нас имелась задолженность в размере 92 миллиона рублей в 31 организации. В течение 2019 года в результате работы прокуроров мы выявили еще порядка 188 миллионов рублей просроченной задолженности по оплате труда, отпускных, окончательных расчетов в 14 организациях. В течение года мы плодотворно работали, удалось нам немного переломить данную ситуацию и к началу 2020 года мы вышли на 19 должников с общей суммой задолженности в 51 миллион рублей. Какие меры принимаются органами прокуратуры в целях защиты прав граждан на оплату труда? Вопросы соблюдения прав граждан на оплату труда являются для прокуратуры одним из приоритетных. Об этом свидетельствуют приказы генерального прокурора, распорядительные документы прокуратуры республики. На ежедневном контроле прокуроров находятся данные вопросы надзора, выявляются данные факты как по обращениям граждан, так и из других источников, в том числе средств массовой информации. При выявлении таких фактов принимается комплекс мер прокурорского реагирования, начиная от предостережения о недопустимости нарушения закона, продолжая представлениями об устранении нарушения закона, исковыми заявлениями в суд, привлечением к административной ответственности, и в случае наличия в действиях работодателя уголовно наказуемого деяния направляем материалы проверки в правоохранительные органы. Так, за 2019 год органами прокуратуры республики было выявлено более 7200 нарушений закона, своевременно невыплаченной заработной платы порядка 230 миллионов рублей, и в результате этого были восстановлены права более 5500 работников на получение вознаграждения за труд, и по принятым мерам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 600 лиц и возбуждено 7 уголовных дел. То есть сумма задолженности известна, да? И все-таки во скольких предприятиях нашей республики? Это в основном бюджетные организации, да, наверное? Нет, в основном, конечно, превалируют организации коммерческие, но такие факты, конечно, есть по организациям, которые являются государственными, муниципальными или подведомственными органами государственной власти республики. Вячеслав Николаевич, еще раз скажите, какие основные причины возникновения задолженности? Причины различные, назову особо часто встречающиеся. Ну, в первую очередь, это, конечно, ухудшение финансового положения работодателя, да, вследствие чего происходит задержка выплаты заработной платы, и ухудшение это во многих случаях обусловлено отсутствием должного ведомственного контроля со стороны учредителя либо собственника данного предприятия. В 2019 году мы выявили 8 таких фактов, внесли меры реагирования, приняли меры реагирования в отношении учредителей и собственников, которые принесли определенные результаты. Ну, расскажу о наиболее крупных, да, по правительству нашей республики. Нами было выявлено 3 крупных должника. Это государственные монетарные предприятия «Аркетическая транспортная компания» Устьянского района, «Сахамедпром» город Якутск и акционерное общество «Янгеология». Совокупный размер задолженности данных предприятий по оплате труда составил более 60 миллионов рублей. По ГУП «Сахамедпром» мы в январе прошлого года внесли представление министру здравоохранения, поскольку имеющиеся результаты проверки у нас свидетельствовали о том, что ликвидатор затягивает процедуру ликвидации, в связи с чем не может удовлетворить требования работников по выплате заработной платы. В результате к 1 февраля мы полностью добились погашения заработной платы в размере 2 миллиона 900 тысяч рублей. Еще одним ярким примером является та же самая ГУП «Аркетическая транспортная компания» подвесная Министерству транспорта Республики. Там задолженность была больше, порядка 15 миллионов рублей. И также в результате принятых мер внесли представление представителю правительства. Данные нарушения были устранены, и задолженность полностью была погашена к 1 июля. — Вячеслав Николаевич, все-таки интересно, многие работники не всегда знают, в какие сроки и каким способом ему должна выплачиваться заработная плата. И вот можете ли вы нашим телезрителям, радиослушателям кратко разъяснить положение закона в этой части, пожалуйста? — Да, конечно. Трудовой кодекс императивно устанавливает, что работник имеет право получать заработную плату каждые полмесяца. То есть каждые 15 дней, грубо говоря. Но конкретный работодатель данные сроки определяет индивидуально. То есть не у каждого это первое и 15 число, у кого-то эти даты разнятся. Конкретные даты выплаты заработной платы в этих организациях, они устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным либо трудовым договором. С этими документами в обязательном порядке должен быть ознакомлен работник, чтобы знать, когда ему будет выплачена заработная плата. Если срок выплаты заработной платы выпадает на нерабочий, либо праздничный день, то заработная плата выплачивается накануне, то есть за день до этого. И по соглашению с работодателем работник имеет право получать зарплату как по месту осуществления трудовой функции в кассе предприятия, либо путем перечисления через кредитную организацию на его зарплатную карту. Что делать работнику в случае нарушения сроков выплаты заработной платы? В первую очередь я бы, конечно, посоветовал обращаться непосредственно к работодателю с данной проблемой. Если все-таки работодатель никаких мер не принимает, и задолженность уже превысила 15 дней, то работник по извещению, по уведомлению работодателя имеет право приостановить осуществление своей трудовой функции на неопределенный срок до погашения задолженности. Но это распространяется не на всех, конечно, работников. На госслужащих не распространяется, а также на работников организации, которые обслуживают особо опасные объекты. Да, вот в этом случае. Хорошо. Вот зачастую работник при наличии задолженности продолжает работать в этой же организации. Ну и опасается, конечно, обращаться в компетентные органы, в суд, боясь негативных последствий со стороны своего руководителя. Вот как быть в таких случаях действительно? Вячеслав Николаевич, что посоветуете? Ну, никто не лишен, конечно, права обращаться в контролирующие, надзирающие органы. К сожалению, такая ситуация действительно имеет место быть у нас в республике. Такие факты выявляются. Работодатель, чтобы избежать ответственности, в том числе уголовной, как правило, скрывает факт наличия задолженности и понуждает своих работников тоже об этом никому не сигнализировать. Ну, в данном случае, если работник обращается как в органы прокуратуры, так и в региональную инспекцию труда, он вправе сделать ссылку на то, что его персональные данные в данном случае не подлежат распространению. И поэтому при проведении проверки они будут скрыты, как бы и работодатель, в принципе, не узнает о том, кто обратился в правоохранительный орган. Мы за этим тщательно следим. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какая ответственность работодателя предусмотрена за нарушение сроков выплаты заработной платы? Ну, могу привести три вида ответственности. Это административная, уголовная и материальная. Административная ответственность у нас предусмотрена статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушениях законодательства в области труда и предусматривает наказание от предупреждения до дисквалификации в случае совершения повторных нарушений. Штраф у нас назначается как руководителю организации, так и юридическому лицу. Кроме того, индивидуальный предприниматель также подлежит административной ответственности по данной статье. По уголовной ответственности, что можно сказать? Статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность работодателя за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы или полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы. Ну, наказание также, начиная от штрафа до реального лишения свободы. Материальная ответственность заключается в том, что за каждый день задержки выплаты заработной платы работодатель обязан предоставить своему работнику денежную компенсацию по заявлению, либо по мерам прокурорского реагирования или инспекторского реагирования, инспекции труда. В данном случае компенсации за каждый день просрочки подлежит, исходя из ключевой ставки Центрального банка. Составляет она сейчас 1,150. То есть для расчета необходимо обратиться либо к работодателю, либо в контролирующий орган. Вячеслав Николаевич, у нас буквально несколько минут до конца эфира. Что посоветуете нашим телезрителям и радиослушным? Нужно же обращаться в суд или нет? Конечно, нужно активно защищать свои права, тем более трудовые, потому что они непосредственно связаны с нашей жизнедеятельностью. От этого, грубо говоря, все зависит. Не надо утаивать, потому что у нас бывают такие случаи, что работники обращаются по фактам невыплаты заработной платы спустя 2-3, а то и полгода даже. Время уходит. Да, время уходит. За это время у организации возникают признаки банкротства. Когда организация идет на банкротство и открывается процедура конкурсного производства, шансы получить свою заработную плату достаточно низкий, вообще очень низкий. Поэтому лучше сигнализировать однозначно сразу же, пока у предприятий есть имущественный комплекс, какие-то денежные средства на счетах, чтобы это оперативно можно было устранить. А в любом случае положительный результат будет достигнуть, да? Ну, мы стремимся к этому. Ну, понятно, да? Ну, еще вот буквально, что бы вы хотели еще сказать, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушным. Буквально вам минута с лишним. Ну, что можно еще рассказать? Ну, по ответственности могу добавить, да, что... Именно работодателям бы, например. Да, если все-таки работодатель систематически допускает невыплаты заработной платы, да, и контролирующие органы из месяца в месяц, там, ну, или, может, за другой какой-то период принимают меры, да, которые приводят к положительному результату, и зарплата все-таки выплачивается, все-таки на это очень остро реагировать и обращаться в органы, поскольку административная ответственность в виде дисквалификации, она является, как бы, очень значимой, да, для работодателя, то есть он не сможет занимать эту должность, и, возможно, придет другой руководитель, который, в принципе, ситуацию эту стабилизирует. Ага. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, буквально вот через несколько минут, скажем, минуту, да, минута там, даже меньше, мы уйдем на рекламную паузу, а вы не оставайтесь в стороне, слушайте нашу теле- и радиопередачу, смотрите ее по телевизору также. Наши телефоны 32 00 66 и 32 11 66 и WhatsApp 8 984 114 56 26. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реклама Наша программа «Закон и право» продолжается. Дети в силу своей физической и умственной незрелости нуждаются в особой заботе, включая надлежащую правовую защиту. Государственная поддержка семьи, повышение рождаемости является приоритетной задачей демографической политики Российской Федерации. О том, каким образом в республике осуществляется защита прав несовершеннолетних, расскажет Каминская Юлия Николаевна, старший советник юстиции, начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Уважаемые телезрители, радиослушатели, напоминаю, что по интересующим вас вопросам вы можете обращаться по телефону 32 00 66 32 11 66 и по WhatsApp номеру 8 984 114 56 26. А все вопросы, которые нам поступят и по WhatsApp, и по номерам телефонов прямого эфира, то мы, конечно, уже будем их озвучить уже в конце нашей телерадиопрограммы. Ну и так, Юлия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот какими правовыми актами регламентируются права несовершеннолетних? Ну, прежде всего, права несовершеннолетних закреплены в основном законе нашей Российской Федерации, это Конституция, в таких статьях, как статья 38-43, там предусмотрена защита охрана материнства и детства, права на жилище, на образование, на получение социальных выплат, компенсации, пенсии и так далее. А также свыше еще 300 других федеральных законов, к основным из которых относятся закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, аналогичный закон имеется у нас в Республике Саха-Якутия, закон об образовании, об основах системы профилактики, о защите прав на здоровье и так далее. Не могли бы Вы привести конкретные примеры из практики прокурорского надзора? Да, я хотела еще добавить, что, безусловно, на правоприменительную практику большое влияние оказывает определение постановления конституционных судов, верховных судов Республики и Российской Федерации. Ну, как Вы знаете, статья 43 Конституции России, она гарантирует бесплатное образование. В то же время, ну, несколько лет назад граждан очень беспокоили поборы школьные, сборы на учебники. И вот в 2008 году в этой связи депутаты Государственного собрания Волтумен обратились за разъяснением в Конституционный суд Республики, насколько это соответствует требованиям статьи 43 Конституции. Ну, и определением Конституционного суда, которое имеет, значит, обязательное значение для всех, было указано, что занижение уровня финансирования на учебные расходы, оно не соответствует требованиям статьи 2 Конституции, а сформирование общества равных возможностей. И вот на основании и с использованием вот этого вывода Конституционного суда прокуратурой Республики, значит, были внесены представлениями Министерства образования, которое разработало закон о нормативах финансирования учебных расходов, были проведены ревизии в библиотеках. И если ранее заявки органов местного управления на учебники удовлетворялись только на 30%, то расходы в данной сфере возросли в три раза. Хорошо. А вот такой вопрос, да, Юлия Николаевна. Вот какие результаты работы органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних? Вот есть конкретные? Ну, конечно. Прежде всего, я бы хотела отметить, что за последние 10 лет уровень, ну, это совместная работа, безусловно, органов прокуратуры, правоохранительных органов, взаимодействие с органами государственной власти. Это снижение преступности несовершеннолетних. Если раньше это было больше 1200 преступлений в год, то в настоящее время 430 преступлений. Вот. Снижение уровня суицидов в два раза. Ежегодно 44 суицида, 36. А в 2019 году их число составило 18. Вот. Ну, значительное внимание уделяется органам прокуратуры в защите жилищных прав детей и сирот. Да. Значит, ну, основная причина нарушения вот жилищных прав – это прежде всего недофинансирование. И также вот со ссылкой на определение конституционных судов Российской Федерации мы указываем в своих актах реагирования нашим органам госвласти на то, что в случае недостаточности финансовых средств они должны быть изысканы из иных источников финансирования, а закон о госбюджете должен формироваться с учетом конкретного числа нуждающихся граждан в социальной услуги. И вот в результате такого взаимодействия за последние 10 лет порядка 3 миллиардов выплачено дополнительно из государственного бюджета, и более 4 тысяч детей-сирот у нас обеспечено жильем, что очень хороший показатель по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Ну, а срок предоставления их квартир составляет не 10 лет, а порядка 2-3 лет. А примерно в год сколько? 500, где-то 60 сирот получают жилье, приобретаются крылья. Ну, конечно, к сожалению, вот качество жилья бывает порой, да? Не очень соответствует. Бывают, да, такие факты и обращения. Обращения такие поступают в прокуратуру? Да, ну, по каждому факту проводятся проверки, бывают даже случаи, что возбуждают уголовные дела по таким фактам. Есть такие факты, да? Да, например, в Татинском районе был, да. Можете вот рассказать про это? Ну, был случай вот в Татинском районе, когда замглавы, по-моему, местной администрации оплатил невыплаченные работы и, ну, естественно, дом не мог достроен быть. Да, да. Возбудили уголовное дело, после чего орган местного управления около трех миллионов уже компенсировал, ну, и дом в результате на указанное средство был достроен. А вообще-то, ну, это расходные обязательства государственного бюджета. Здесь получается, что вот из-за надлежащих действий местного самоуправления были такие убытки причинены. Ну, и дети пострадали не своевременно, получили жилье. Людина Николаевна, все-таки вот сейчас вот вопрос о насилии в семье, да, вот мы знаем, факты тоже ведь есть, да? Уже и судебные процессы по этому ходу, и уголовные дела тоже вот возбуждаются. Вообще, вот какое правоотношение вот сегодня, да, вот к этому вот злу в нашем обществе, к сожалению? Ну, прежде всего, я бы хотела отметить, что число преступлений в отношении детей снижается. Снижается? Да. Вот, но в то же время, действительно, такие факты, они не могут не беспокоить и общественности, и органы прокуратуры. И поэтому хотелось бы призвать, значит, окружающих, соседей не проходить мимо и сигнализировать вовремя, да, и, ну, в органы опеки, в органы полиции, в органы прокуратуры. И тогда, конечно, мы успеем предупредить, значит, факты, ну, какого-то и насилия, и ущерба для детей. А как вот обращаться к вам, допустим? У нас, значит, на нашем сайте прокуратуры там размещены, ну, все необходимые сведения. Да. И, например, еще можно обратиться по телефону мобильной кризисной службы 8 800 122 83, общероссийский телефон, детский телефон доверия 8 800 2 122. Телефон доверия службы экстренного психологического консультирования, круглосуточно, бесплатно, 8 800 135 50. И телефон Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи 32 03 37 42 50 25. И Республиканский центр медико-психологического сопровождения Министерства образования 42 28 92. Юлия Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот все-таки вот как вы взаимодействуете с общественными организациями, да, вообще с теми структурами, которые занимаются, да, воспитанием подрастающего поколения и так далее? Все-таки вот особенно те периоды, когда у нас, ну, какие-то вот возникают, да, чрезвычайные происшествия, есть и факты такие настораживающие, да, общество в целом, конечно. Ну, прокуроры городов и районов ориентированы на привлечение, да, общественных организаций при проведении своих заседаний рабочей группы. Да, это обязательно. Последнюю неделю назад в МВД состоялось совещание, посвященное профилактике психоактивных веществ. Вы знаете, что у нас в 2019 году 8 детей погибло от употребления бытового газа в состоянии алкогольного опьянения, замерзли. И как раз у нас были представители общественной организации, союз матерей республики, и, ну, они принимают то же самое активное, деятельное участие в этой работе, в его взаимодействии с органами системы профилактики, органами прокуратуры. А что еще из себя можете добавить нашим телезрителям, радиослушателям? Ну, вот как один из примеров того, как мы защищали детей именно в сфере семейного неблагополучия, хочу привести, что вот в республике 13 тысяч хронических алкоголиков и наркологи не предоставляли сведения о них в органах систем профилактики. А вы знаете, что хронический алкоголизм – это одно из оснований для лишения родительских прав. И никто не знал, какое количество детей проживает, и, в общем-то, никто не контролировал соблюдение их прав. Ну, наркологи, они, значит, объясняли свой отказ сохранением персональных данных, тайны, значит, диагноза, врачебной тайны. Но вот со ссылкой на решение Верховного суда Российской Федерации нам удалось убедить их, что они действуют незаконно. В результате, значит, все участковые полиции обошли эти 13 тысяч хронических алкоголиков. Выявлено было много граждан умерших и так далее. Ну и около двух тысяч родителей, и они были поставлены на учет органов системы профилактики. Теперь обмен вот этой информацией, он систематически происходит, и мы можем быть уверены, что риски для детей, проживающих со злоупотребляющим алкоголем родителями, они уже сокращаются. Точно такая же работа была проведена в отношении родителей, страдающих психиатрическими заболеваниями, которые также почти ежегодно. У нас есть случаи убийств таких детей, и вот я думаю, что эти меры, они помогут защитить здоровье и жизнь детей. Уважаемые телезрители, радиослушатели, напоминаю еще раз. По интересующим вам вопросам вы можете обращаться по телефону 32 00 66, 32 11 66, по WhatsApp номеру 8 984 114 56 26. Оставайтесь с нами. Уходим сейчас на рекламную паузу. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот и наша программа подходит к завершению. Во время выступления сотрудников органов прокуратуры от населения нашей республики поступили вопросы. Надежда, пожалуйста, озвучим их, да? Вот спрашивают, сдали дом по ипотеке, поступили недобросовестно, холодно, невозможно жить, к кому обратиться? Так, пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Да, я отвечу. Петрович. Значит, надзор за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости у нас осуществляет управление государственного строительного жилищного надзора республики Саха-Якутия. В городе Якутске они расположены на улице Амосова, прямо напротив площади Ленина. Ну, речь может идти о чем? О том, что произведено некачественное строительство застройщикам, да, и в пределах гарантийного срока застройщик отказывается от исполнения своей обязанности, да, по утеплению там оконных заполнений, грубо говоря, замене стеклопакетов или, может быть, утеплению стен. Поэтому по этим вопросам необходимо обращаться туда. Хорошо. Вот еще один такой вопрос уже поступил от нашего телезрителя и радиослушателя. Имеется задолженность по кредиту. Может ли применить суд статью в отношении должника по, ага, вот по этому, по алиментам, что ли? Так я понял, что ли? Не совсем. Понятно, конечно, конкретизировано, но примерно могу предположить, да, что женщина, да, которая получает алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, имеет просрочку по кредиту. Да, вот это имеется в случае, да. Из-за того, что бывший супруг не исполняет свои обязанности по уплате алиментов. Да. Ну, в данном случае что необходимо отметить? Существует административная ответственность за уклонение от уплаты алиментов, да, в установленные сроки. Угу. Эти административные производства возбуждают службы судебных приставов, которые занимаются принудительным исполнением. И, что важно отметить, к уголовной ответственности данное лицо, не уплатившее алименты, можно привлечь только в том случае, если оно уже было привлечено к административной ответственности до этого. Угу. Поэтому необходимо обращаться по этим вопросам в службы судебных приставов, которые занимаются исполнением. Если есть основания, необходимо настаивать на возбуждении административных производств и в дальнейшем о проведении процессуальной проверки в отношении бывшего супруга. Еще один вопрос. В районах заработная плата работников сельского хозяйства не соответствует минимальному оплату размера труда. Можно ли подать анонимные обращения? Спрашивают. Ну, анонимные обращения лучше не подавать. Как я и в своем выступлении сказал, да, не нужно бояться, можно обратиться в местную прокуратуру по территориальной расположенности, потому что много различных критериев оплаты труда, связано это с тем, что мы работаем в Якутии, у нас в отдельных районах такие районные коэффициенты, где-то выше, где-то меньше. Поэтому все это необходимо проверять и смотреть. И при обращении в орган прокуратуры необходимо, как я и ранее сказал, указать, чтобы их персональные данные не подлежали разглашению работодателю. И тогда будет проведена проверка. Хорошо. Ну что ж, еще один вопрос от нашего телезрителя-радиослушателя. Участились нарушения, значит, трудовых прав отпуска, там, да, больничной, пенсии. Если обращаются в соответствующие органы, увольняют с работы, да, если обращаются в телезрители, их увольняют с работы. Как быть в таком случае? Ну, в принципе, на предыдущий вопрос я примерно так же и ответил. Да, ответили. Еще раз, пожалуйста, повторите нашим телезрителям радиослушателям. Да, обращайтесь. Если вы проживаете в городе Якутске, вы можете обратиться как в прокуратуру города Якутска, так и в Государственную инспекцию труда в Республике Саха-Якутия. Если в районах республики, то в местную прокуратуру. Указывайте существо нарушения работодателя наименования и делайте ссылку на то, чтобы ваши данные не распространяли. Хорошо. Еще один вопрос. С 2011 по 2014 год работала в закрытом акционерном обществе Техностройкомплект. Два раза обращалась в судебные приставы. Бездействует. Долг 600 тысяч рублей. Что делать в такой ситуации, спрашивает? Ну, ситуация сложная достаточно, поскольку в 2011-2014 годах необходимо обратиться в местную прокуратуру по месту проживания, чтобы установили обстоятельства, поскольку если вот из существа обращения следует, что уже имеется какое-то судебное решение, и оно уже исполнялось, но пристава обездействует. Тут как бы надо обратить внимание на сроки обращения исполнительного документа к принудительному исполнению, поскольку они составляют три года. Надо все это перепроверить через местную прокуратуру, и они дадут разъяснение. Может быть, там не окончено исполнительное производство, не обоснованно. Может быть, оно и сейчас идет, но пристава обездействует. В общем, необходимо проводить проверку. Вот такой тоже вопрос, да, например, телерадиослушатель нас спрашивает, вот можно ли обратиться тоже в органы прокуратуры, да, чтобы проверить деятельность хозяйствующего субъекта, например, да, какого-то, на предмет соблюдения трудовых, нарушения трудовых прав, значит, да, граждан, соблюдения размеров сроков, выплаты заработной платы, норм рабочего времени. Вот это такое вот можно обратиться, да? Да, как Вячеслав Николаевич уже разъяснил, граждане по вопросам нарушения своих трудовых прав могут обратиться в органы прокуратуры Республики Сахая-Якутия по месту своего жительства, либо в Государственную инспекцию труда, и проверка соответствующая будет проведена. Хорошо. Пожалуйста, Надежда. Еще один вопрос. Пишут, дочь на пенсии в Усть-Алданском районе. Пять лет стажа, утрачены все документы. Могу ли восстановить стаж? Спрашивают. Ну, механизм восстановления стажа, да, работы, страхового, необходимого для назначения трудовой пенсии, он все же есть. Тут нужна, конечно, конкретика. Обычно пенсионные фонды помогают таким людям, да, для назначения трудовой пенсии, делают запросы в различные субъекты Российской Федерации для получения таких сведений, в архивные учреждения. Ну, если все вот эти мероприятия, они не привели к какому-либо успеху, грубо говоря, да, результата не дали, то необходимо обращаться в суд с заявлением об установлении юридического факта. Наличие стажа, работы, да, вот именно в этой организации подтвердить можно как имеющимися документами, да, записями в трудовых книжках, приказами о приеме на работе, если они сохранились. Ну, и на крайний случай, конечно, свидетельские показания. В данном случае суд, оценив все обстоятельства, да, данного гражданского дела, может принять решение об установлении этого юридического факта и зачете вот этого стажа работы в ее страховой стаж для назначения страховой пенсии. От жителей, вот, Прометия по улице Автодорожная, 13-1, поступило вопрос, в доме холодно, куда обращаться? Ну, на этот вопрос я уже тоже ответил практически одним из первых, да. Но тут речь может идти не о некачественном строительстве, да, а о нарушении нормативов предоставления коммунальных услуг. Да, тут тоже ряд факторов имеет значение, то есть централизованное там теплоснабжение, либо автономное газовое. То есть по этим вопросам также необходимо обращаться в управление государственного строительного и жилищного надзора. Они осуществляют надзор в сфере лицензирования деятельности, да, по управлению многоквартирными домами и, в принципе, могут дать оценку действиям как ресурсоснабжающей организации, так и управляющей компанией, если проблемы в доме. Вот еще такой тоже вопрос, да, в декабре 2019 года по новостям на федеральном канале услышала о существенном расширении полномочий региональных инспекций труда в целях восстановления трудовых прав граждан на получение начисленной, но не выплаченной заработной платой. Если, пожалуйста, расскажите, будьте добры, поподробнее про данные изменения в законодательстве. Ну, скажем, у нас времени не так много, но тем не менее основные положения. Ну, вкратце своими словами расскажу. Действительно, да, в декабре Государственной Думой был принят ряд законов, в том числе интересующие нас это внесение изменений в трудовой кодекс и в федеральный закон об исполнительном производстве. После вступления этих законов в силу у нас инспекции труда наделены полномочиями принимать решение о понуждении работодателя исполнить обязанность по выплате начисленной, но не выплаченной заработной платы работнику. То есть, о чем я говорю? То есть, это решение, оно носит форму исполнительного документа, такого как исполнительный лист, решение суда и так далее. С этим документом, оформленным надлежащим образом, да, необходимо, он направляется сразу в службу судебных приставов и производится принудительное удержание без решений судов. Подскажите, пожалуйста, пишут, куда можно обратиться, если я не согласен с результатами проверки, проведенной инспектором Государственной инспекции труда, какой порядок обжалования их действий установлен законодательством? Угу. Вот тоже коротко отвечу. Полномочия по контролю в сфере оплаты труда и занятости у нас осуществляет Федеральная служба по труду и занятости, Роструд сокращенно, да? Да. По ним есть положение, да, утвержденное, и административный регламент осуществления функции, да, по надзору за исполнением трудового законодательства. То есть, Роструд как самостоятельно данные полномочия осуществляет, так и через региональные инспекции. Если вы не согласны с действиями инспектора труда, да, по результатам проведенной проверки, тут необходимо руководствоваться принципом обжалования в порядке подчиненности. То есть, обжалуется его руководителю. Если не согласны с действиями руководителя региональной инспекции, обращайтесь в Москву к главному государственному инспектору труда. Так, вот вопрос вот Евдокии поступил. Я обратился с заявлением в конце января этого года в прокуратуру района о несоответствии моего жилья установленным требованием. Ответ я еще не получила. Когда мне его ждать? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. В целом, порядок рассмотрения обращений граждан регулируется 59-м федеральным законом. В порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. В органах прокуратуры также инструкцией, утвержденной генерального прокурора, номер 45 приказом. И в соответствии с общими требованиями, обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. В данном случае заявительница, как понимаю, обратилась в конце января. То есть, сроки рассмотрения обращения ее еще не подошли. Ей нужно будет просто подождать ответ. Ага. Так, ну что, буквально две минуты, да, где-то, да, пожалуйста, Надежда? Ага. Так, вопрос еще есть. Возможно ли зачислить в образовательную организацию второго ребенка, если в ней уже обучаются старшие по возрасту, брат или сестра? Пожалуйста. Да, действительно. Значит, 13 декабря были внесены изменения. Федеральный закон 273-й об образовании в Российской Федерации. И теперь это право уже закреплено, если дети совместно проживают по одному адресу, ну, вместо жительства и из одной семьи. Хорошо. Ну, еще один вопрос успеем, наверное. Должен ли отдельно проживающий родитель нести расходы на создание жилищных условий для ребенка? В каких случаях? Очень коротко. В случае, если у ребенка тяжелая болезнь, увечья, либо он несовершеннолетний, нетрудоспособный и отсутствует пригодное для постоянного проживания жилое помещение. Это все в судебном порядке устанавливается, и вклад каждого родителя устанавливается судом. Это тоже новая новелла в законодательстве действует с 6 февраля этого года. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом наша телерадиопередача заканчивается. С вами были сотрудники органов прокуратуры Рожина Марьянна Владимировна, Никифоров Вячеслав Николаевич и Каминская Юлия Николаевна, а ведущие Неустроева Надежда и Сергеев Юрий. Наша передача будет выходить один раз в месяц. До встречи в эфире. Это была передача «Закон и право». Оставайтесь с нами, уважаемые телезрители и радиослушатели. До встречи в марте месяце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова